Действующие лица Георгий Андреевич, нарком здравоохранения СССР, Ольга, его секретарь, Ивлев, бывший следователь НКВД, пенсионер, Глазьев, полномочный представитель НКВД, Мензис, начальник секретной службы Великобритании, Абагаев, его секретарь, Браун, агент секретной службы Великобритании, подчиненный Мензиса, Лаборанты, 1, 2, официантка. Акт 1, первая сцена, 1969 год, Москва, кафе, столик, 4 стула, за столиком сидит Миловед, подходит Ивлев, Миловед встает. Вижу, товарищ Миловед. Здравствуйте, товарищ Ивлев, узнавался, такая же военная выправка. Ну, так уж и так, товарищ Миловед. Вы изменились, а все те же огоньки в глазах. Да, годы не щадят, больше 20 лет прошло. Да, больше 20. А вы меня все-таки нашли и пригласили. Ну, я не был уверен, но справочная дала адрес, и я написал. Понимаю, повидаться. Больше 20 лет все-таки. Да, больше 20. Присядем? Да. А слышали? Американцы на Луну прибыли. Ну, кто же не слышал, все слышат. Все слышат, товарищ Миловед, только то, что положено слышать. Ну, так давайте за этих американцев и подымем. У меня есть? Здесь лучше заказать. Делай жест. Официантка приносит ранее сделанный заказ. Графин, водки, закуски. Как заказываем? Да, спасибо. Ну, что же. За американцев что, всю жизнь у нас под ногами путаются? Вот тебе раз под ногами. Да если бы у нас, извините, подсадницей не было американской техники, неизвестно, сколько бы мы еще с этим фюрером провозились. Вы про Ленд-Лиз. Вы про Ленд-Лиз и про второй фронт. Матильда их особенно помнится. Хорошая была девушка, но все свои 26 тонн танковых браний хороша. А ну, что там их Матильда против нашей Катюша? Против Катюши, конечно. Ну, тогда за Катюшу. Пьют. Иврин смотрит на другой стул, пытается встать. Подходит официантка. Еще что-нибудь заказывать будете? Барышня, барышня. Так мы только начали. Все только начинается, барышня. Предупреждать со своим нельзя. Барышня, барышня. А как вас зовут? Екатерина. О, Катя. Катюша. Мы, старая гвардия, вас не подведем. Слово офицера. Знаем мы вас, товарищи офицеры, поэтому мы предупреждаем. Офицер Крупов. Вот вам и Катюшу. Эх, пораньше бы. Ну, хотя бы на годик пораньше. Да, да. Пораньше бы и Катюшу, и ППШ, и пенициллин ваш тоже. Даже годика на два. Всего бы на... Нам тогда годика на два. И второй фронт, и пенициллин, и Тегеран. О, и Тегеран. Как тогда все закрутились? Закрутились. Закрутились. И дело ваш пенициллиновое тогда тоже закрутилось. Вся эта пионерская зорька антибиотиков, как сейчас. Ходили слухи, что с первым английским образцом пенициллина нам разведка помогла. Но, по-видимому, все эти истории из области охотничьих рассказов. Ну, у охотников действительно было много заполучить. Вот и рассказов много исследований-то оборонного значения. Да, я, собственно, хотел вас про другое спросить. А про пенициллин, я кажется, все знаю. Да и все теперь знают. Все, это не все. Вы, дорогой, вы, дорогой наш ученый, знаете только то, что вам положено знать. А было так, что знайте, и пуговицы отлетали. Пуговицы? Пуговицы, пуговицы. Я думал, что-нибудь по-существу не было. У вас в конторе тогда особенно не мелочились? Головы, как орехи, отлетали. На худой конец погоны. А вы пуговицы. Пуговицы, если у кого надо пуговицы, поверьте, головы и стоят. Выпивают, закусывают. Вторая сцена. Сентябрь 1941 года. Москва. Кабинет Метерева. Быстро входит Метерев. За ним спешит секретарь Ольга. Метерев пытается растекнуть верхнюю пуговицу, рвет ворот кителя, пуговица отскакивает на пол. Ольга, пиши. Опять. Опять. Вызовите пригласить. Пишешь? Пишу. Микробиолога Ермольеву. Раз. Волномоченный представитель НКВД Глазева-2. Кого как, сама знаешь? Знаю. Товарищ нарком здравоохранения. Будет сделано, товарищ нарком? Вот только этого не надо, Ольга. Нарком, нарком. Там нарком, здесь нарком. Не минуты покоя. Виновата, товарищ нарком. Товарищ Метерев. Разрешите идти, Георгий Андреевич? Иди, Ольга, иди. Пока. Постой. Ты хоть понимаешь, где я сейчас был? С кем разговаривал и что он мне сказал? Метерев от лица Сталина, Берия и себя разыгрывает следующий диалог. По ходу диалога в кабинете появляются Владимир Георгиев. Садитесь, товарищ Метерев. Мы тут с товарищем Берия один интересный журнал прочитали за прошлый год. Медицинский журнал «Ланцет» за август 1940 года. Да, «Ланцет» не читали. Я стараюсь. Я просматриваю все медицинские журналы. Мне всегда хватает времени. А вот у нас, товарищем Берия, времени хватает. Садитесь, товарищ Метерев. Какова ваша главная задача, товарищ Метерев, как наркома здравоохранения? Ваша главная задача – поднять советскую медицину на небывалую высоту. Ученые должны знать научную продукцию как наших друзей, так и наших дорогов. А вы, товарищ Метерев, в это непростое для страны время, когда мы несем колоссальные потери, когда важен каждый боец, проявляя непреступную халатность. Виноват, товарищ Сталин. Но я, товарищ Сталин, не вполне товарищ Сталин. В Англии синтезировал первый в мире антибиотик – пенициллин. Да, англичанин Флеминг еще в 1929 году, так сказать, открыл в плесенье вещество с антимикробовыми свойствами. Но англичане не смогли не выделить, не, так сказать, очистить это вещество. Уже смогли, товарищ Метерев. Так что садитесь, товарищ Метерев. По данным разведки, у них мы не только мыши выжили, люди с заражением крови выздоравливали. Вот здесь. Чудно. Информация. Обратцы пенициллина вывезены в Америку. Речь идет о производстве препаратов в промышленных масштабах. А что наша советская наука, товарищ Метерев, готова предложить для лечения заражения крови? Можно сидеть? У нас, товарищ Талин, успешно ведутся разработки антимикробного препарата грамецидин-С. Нам нужно, так сказать, время и средства. Грамецидин-С? Зачем нам сейчас грамецидин-С? Сейчас нам нужен пенициллин. Свой советский пенициллин. Если у англичан получилось, то и у нас должно получиться. Вы меня понимаете, товарищ Талин? Отлично понимаю, товарищ Талин. И наш пенициллин должен быть не хуже английского, а, может, и лучше. Кому, товарищ Метерев, надо поручить столь важное и ответственное дело? Заеда Ирисурионовна Ермольевна, так сказать, признанный специалист в борьбе с холерой, много лет, так сказать, успешно занимается... Хорошо. Я думаю, теперь задача вам не сна. Вставайте, товарищ Метерев, вы свободны. Пока. Теперь вы понимаете, товарищ Ермольев, как остров в пенселине, так сказать, нуждается наша Красная Армия. Да, все понятно, товарищ нарком, здравоохранение. Очень, очень на вас надеюсь, товарищ Ермольева. А полномоченному представителям КВД, товарища Глазева, так сказать, возложена обязанность по контролю за секретностью всех работ. Все понятно, товарищ нарком, здравоохранение. Прошу на инструктаж. Сегодня после обеда в полном составе вашей лаборатории о месте инструктажа вам сообщат дополнительно. Третья сцена. Декабрь 1943 года. Англия. Кабинет Мэнсиса. Быстро входит Мэнсис. За ним спешит секретарь Абагаэл. Мэнсис пытается расстегнуть верхнюю пуговицу, рвет в город Кителя, пуговица отскакивает на пол. Абагаэл, пиши. Опять? Опять. Вызвайте пригласить. Пишите. Пишу. Профессора Флори, раз. Агента Брауна, два. Кого вы отца не знаете? Знаю, господин начальник секретной службы, Ее Величество. Будет сделано, господин начальник секретной службы. Да. Именно так, господин начальник секретной службы. Молодец, Абагаэл. Рада стараться, господин начальник. Разрешите идти? Идите. Да. Идите выполнять распоряжение вашего начальника, Абагаэл. Постойте. Вы хоть понимаете, где я сейчас был, Абагаэл? И с кем я сейчас разговаривал? Мэнсис от лица Черчилля Кимберли из себя разыграет следующий диалог. По ходу диалога в кабинете появляется Браун и Флори. В начале войны, Черчилль, мне нечего было прибавить британскому народу, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота. Но сегодня мне поддерживают 84% англичан. Теперь мне нужно нечто большее. Мне нужно спасти максимум жизни. То есть я скажу то, что я скажу секретно. Подходит к карте. Нам предстоит таки важная миссия открыть второй фронт. Крупнейшая десантная операция в истории. Три миллиона человек надо перебросить через Ла-Маш и высадить в нормальную. Мне нужно чудо, чтобы как можно больше английских, американских и канадских солдат вернулись домой. Я повторю, пока я не могу им предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. Но я чувствую себя вправе потребовать помощь от каждого. Вы слышите, от каждого, чем вы, господин Кимберлин, министр здравоохранения Великобритании, можете помочь нашей политике? У вас есть для нас чудо? Мы, господин министр, заканчиваем работу по обеспечению армии. Действительно чудо препаратом. Пенициллин, да? Сколько мы можем ждать, господин министр? Вы только обещаете. Тегеран позади ему должен выполнять свои обязательства. А что у вас, господин Мензис? Начальник фигуретной службы. Есть для победы. Полагаю, господин премьер-министр, антибиотики сейчас и в будущем козырь политической борьбы. Ну и куда, какого нетерпения антибиотиков? Полагаю, вы должны в большой игре побеждать... Полагаю, вы знаете, в большой игре побеждает тот, кто первый соберет все козыри. А русские не только получили свой пенициллин, хотя и в очень малых количествах, но и нашли второй тип антибиотика, грамициллин С. На что нам нужен этот грамициллин С? Сейчас нам нужно чудо. Должен вам сказать, господин премьер-министр, что пенициллин, увы, не панацея всех болезней, да. Остался целый ряд заболеваний, где он бессилен, да. Поэтому второй антибиотик, возможно, закроет извечный вопрос борьбы человека с природой в нашу поле. Вопрос стоит даже так? Пока мы знаем о двух антибиотиках, да. Существует ли в природе третий, неизвестно. Да, цена вопроса окончательная, победа над природой или продолжение человеческой жизни. Тогда идите и возьмите этот грамициллин у русских. Будем начинать нашу миссию. А, господин премьер-министр, свою задачу я понял. И к началу десанта пенициллин в достаточных количествах будем держать подготовие. Кибер исчезает. Ясно. Тогда вы, менеджер, должны быть этот новый антибиотик русских во что бы то ни стало. И вот я обращаюсь к вам, профессор Флоринс, просьбой вам главить нашу делегацию в Москву. Если цель визита – научный обмен между союзниками, я готов. Блестяще. Я нисколько в вас не сомневался, профессор. Русские союзники ждут нашей помощи. Флори уходит. Мэнсис провожает его взглядом. Обращается к Брауну. И вот я обращаюсь к вам, агент Брауну, потому что профессор Флорис, и он моральными принципами и прочим, полагаю, для операции не подходит. В военных условиях неэтично закрывать пенициллин патентными рогатыми. Его слова, сэр. Звученые, как капризные, избалованные дети. Думают только о себе. Кто позаботится об интересах государства? Политики, господин директор секретной службы. Политика, наука, безопасности и блага. Сэр. Нас ругают все, кому не лень. Да, мы выполняем грязную, но нужную работу, сэр. Да. Иногда нам приходится идти на сделку. Разного рода сделки. Но все это ради общего блага, сэр. Я полагаю, агент Брауну уже меня понимает. Итак, наши козыри. Русские синтезируют свой пенициллин в промышленных масштабах не могут. На это нужны время и деньги, сэр. Много денег и много времени. Сейчас русские производят всего 13 килограмм в год. Каплю в море для такой огромной страны. Для такой огромной войны, сэр. Вы поедете в Москву с профессором Флори. Используете его для отвода глаз, сэр? Да. Пусть занимается своим пенициллином. Британии нужен грамицидин. И последнее. По легенде, вы полномочный представитель Министерства здравоохранения. Даю вам полную свободу действий. Что еще, кроме свободы, господин начальник? Дайте мне что-нибудь посущественнее. Что же вы еще хотите? Хочу тонну пенициллина, сэр. Тонну? Сейчас. Я вас думал, не попросите. Полагаю, что я в вас не ошибся. Вам нужен козырь, понимаю? Четвертая сцена. Сентябрь 41-го года. Москва. Подвальный тир. Гласий стреляет из пистолета по мишеням. Входит Ермольева. Почему здесь? Секретность, госпожа пенициллин. Секретность. Мы должны понимать всю ответственность, возложенной на вас миссии. Возложенной на нас, товарищ Гласий. Безусловно, безусловно на нас, товарищ Ермольева. И надо, чтобы все ваши сотрудники эту ответственность осознали. Поняли, что каждое слово в этом деле на весе патрона в цену выстрела. Стреляет по мишеням. Возьмите. Возьмите патрон в руку. Подержите. Чувствуете, сколько весит? Чувствуете холодок? Железной дисциплины значения. Вы хотите меня напугать? Я хочу вас убедить, относиться к режиму секретности очень серьезно. И вас, и всю вашу группу. Вы меня понимаете, товарищ Микробелов? Ученая, с мировым именем. Следующий. Стреляет по мишеням. Пятая сцена. Между 41 и 43 годами. Англия. Лаборатория Флори. Алло. Господин министр здравоохранения. Здравствуйте. Господин министр, для проведения работы нам срочно нужны новые площади. А господин профессор, новые площади. Под дычем обязательно. И к завершенному дню будут предоставлены ваши воспоряжения. Спасибо, господин министр. Очень вам благодарен. Ну что вы, господин профессор, какие пустяки. Работайте спокойно, господин профессор. Работайте. Всем приготовиться к переезду. Завтра расширяемся. Алло. Господин начальник секретной службы. Здравствуйте. Господин начальник секретной службы, для проведения работ нам срочно нужны новые сотрудники и лаборанты. Господин профессор, новых сотрудников подберем обязательно. И к завтрашнему дню будут предоставлены ваши распоряжения. Спасибо, господин начальник секретной службы. Очень вам благодарен. Ну что вы, господин профессор, какие пустяки. Работайте спокойно, господин профессор, работайте. Всем подготовиться к приему новых сотрудников. Общий инструктаж беру на себя. Алло. Господин министр здравоохранения. Здравствуйте. Господин министр, для проведения работ нам срочно нужно новое оборудование. Новое оборудование? Сейчас? Ну что ж, господин профессор, составьте список. И в течение трех-пяти дней постараемся найти и доставить все необходимое. Заранее благодарю, господин министр. Очень нас выручите. Ну что вы, господин профессор, не стоит благодарности, господин профессор. Работаем как можем, господин профессор. Срочно подготовьте все образцы к проверке на новом оборудовании. Сцена шестая. Между 41 и 43 годами. Москва. Лаборатория Гермольев. Алло. Товарищ Митерев, здравствуйте. Товарищ Митерев, для проведения работ нам срочно нужны новые площади. Товарищ Ермольев, а новые площади подышим обязательно, пока обходите с теми, которые, так сказать, у вас есть. Работайте спокойно, товарищ Ермольев, работайте. Ну что, Зинаида Виссарионовна, дали? Попозже, Кате, видимо, дадут. Пока сдвигаем столы, а все лишнее за борт. Алло, товарищ Глазьев, здравствуйте. Товарищ Глазьев, для проведения работ нам срочно нужны новые сотрудники и лаборанты. Товарищ Ермольев, новых сотрудников подберем обязательно, решим кое-какие вопросы секретности, режимности и подберем. Пока обходитесь с теми, кто у вас есть. Работайте спокойно, товарищ Ермольев, работайте. Ну, что, Зинаида Виссарионовна, дадут? Попозже, Кате, видимо, дадут, а пока переходим на казательный режим. Все необходимое взять с собой, родственников предупредить. Алло, товарищ Митерев, здравствуйте. Товарищ Митерев, для проведения работ нам срочно нужно импортное оборудование. Что, импортное? Ну, что же делать, товарищ Ермольев? Если надо, будем, так сказать, искать. Но пока, товарищ Ермольев, постарайтесь боестись тем, что, так сказать, у вас есть. И, товарищ Ермольев, вы, пожалуйста, работайте спокойно, работайте. Ну, что, Зинаида Виссарионовна, как? Дадут. Как дадут, Екатерина, мы, видимо, первыми об этом узнаем. А пока, товарищи, работаем, сохраняем спокойствие и работаем. Седьмая сцена. 1969 год. Москва. Кафе. Вы знаете, Флеймин, когда ему Нобелевскую за пенициллин выручали, сказал, для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий. Я думал об этой фразе. Больше, чем 25 дивизий. Это хорошее название для романа. Это как «Всем смертям на зло», как повесть о настоящем человеке или как закаляло стать настоящего крепкого произведения. О войне, о победе, об оружии. Но когда я начинаю думать о пенициллине, как об оружии, мне кажется, что война не кончилась. И опять нужно от кого-то защищаться. Вот там невероятная противоречия. Вот американцы высадились в луку. Теперь мы Колумбы новых земель во Вселенной. Такие открытия для себя, для отдельной страны не делаются. Понимаете? Теперь это общее дело всех землян. Да уж. Теперь налетаемся, будь здоров. Да. Мы советские люди. Первые построили корабли нового типа. Да, американцы на этих кораблях высадились на луку. А что это значит? Что теперь все наши земные дела ничего не стоят? Прошлое. Понимаете? Ну, не знаю, не знаю. Прошлое, оно, знаете, как отпечатки пальцев. У каждого свое. Да я, собственно, про будущее. Через год-два, я думаю, я верю. Но мне уже будет первая колония, лагерь поселенцев, новых пионеров. Уже больно быстро мы идем вперед. Все земное вообще перестанет нас интересовать. Вот увидите, все станет неважно. Помните, как первую мировую русские солдаты обрадались с немцами целыми фронтами? Перед лицом мировой революции война им стало неинтересно. А как мы в отечественном стружили с англичанами и американцами ради общего дела? Прежняя вражда стала неинтересной. Теперь время объединяться перед лицом космоса. И когда я думаю об этом, вы знаете, я почти счастлив. Но я вас, собственно, на другом все хочу спросить. Да я понимаю, понимаю. Но только я вам вот что скажу. Вы вот про Луну, пионеры, Колумбы, общее дело. Но, не дай бог, в космосе политика заведется. Уверяю, у вас жертв будет тоже космическое количество. И никакие пионерские порывы, призывы не помогут от рациональных решений. Так что я бы поистерегся. И даже повременил с космосом. Дома, знаете, на земле не все в порядке. Вот вас в Америку на закупки пенициллинового завода в 47-м году послали так. А в 48-м уже посадили за низкопоклонство перед буржуазной наукой. Так? Так. А вы что? А вы нужный регламент для производства привезли. И противотуберкулезную вакцину выкрыли. И это вам не помогло. Так? А потому что политика. Политики это вам не пионерия. Их дело рациональное мышление. Рациональное значит разумное, значит безопасное. Политика это и есть залог безопасности. Я понятно говорю, товарищ ученый? Выбивают, запусывают. Восьмая сцена. Декабрь 43-го года. Англия. Лаборатория Флори. Два лаборанта в рубашках под галстук и чистых халатах. Сидят за рабочими столами. Производят подготовку опыта. Лаборант один подходит к настенной карте. Да, вы заметили, коллега, наш сапог размок. Не то, что итальянский. Да, он у них по равенному местному повернут в воде. А наш целиком в ней вот и начерпал лишнего. Размок. Ни виды, ни моды. Да, итальянцы люди модные. И сапог у них модельный. Да, наш уже и не сапог, а все так. Кусок кожи. Клякса Атлантики. Да, а что вы думаете о научном обмене, который нам предстоит? По-моему, научный обмен между такими союзниками, как мы и русские, совершенно невозможен. Да чего уж, коллега, разве и не нужны наши технологии? Да в том-то и дело, что им, коллега, наши технологии нужны. А ихние нам, кажется, не очень. Да вот что, что русские могут нам предложить? Да, быть может, коллега, мы еще про них не знаем. О да. В этом, уважаемый коллега, я даже и не сомневаюсь. Да уж, коллега, идем все работать, на самом деле. Только клюкозно просто переводим. Девятая сцена, декабрь 1943 года, Москва, лаборатория Ермольевой. Два лаборанта в свитерах и несвежих халатах сидят за рабочим, под же обеденный столом, светят воду, курят. Нет, вы уже слышали, что англичане приезжают для научного обмена между союзниками? Нет, для научного обмена между союзниками. Да нет, что вы, товарищ старший лаборант, все время повторяете. Нет, я, товарищ младший лаборант, пытаюсь вникнуть в суть сказанных. Нет, со мной уже давно произошло, лет 20 так. Нет, сначала я перестал понимать, что я слышу все эти аббревиатуры, как дикие ежи нападали на меня со всех сторон. РСФСР вместо России, КАА вместо русской армии. Нет, но потом, мне кажется, я перестал понимать суть громко произносимых фраз и особенно лозунгов. Нет, наверное, чтобы не сетесь с ума, я как-то сам с собой стал повторять все услышанное, чтобы не ошибиться в понимании того, что сказано, того, что имеется в виду, и тем, как следует поступать мне самому. Нет, это вы, товарищ старший лаборант, явно хватили. Нет, товарищ младший лаборант, я еще ничего не хватил. Лаборант 2 подходит к растенной карте. Нет, Англия, это тоже сапог, но давно уже разношенный, разбитый и отгрызенный. Нет, ничего, похоже. Нет, ну два сапога пара, вот что Англия, что Италия, и оболевые, ну как у них в последнее время что-то не очень. Нет, в последнее время во всем мире как не очень. Нет, ну вы гляньте, два сапога на одну, нашу лошадь. Ого-го-го-го, садник без головы, да и без тела. Свободная пара сапог и кобыла в поисках седока. Нет, это лошадь для хорошей езды под брюши толстого. Это я вам как потомственный коновал говорю. Тяжеловатый будет иметь хоть такая лошадка. Нет, ломовик будет. Не знаю, каким она будет ломовиком, но проломить что-либо такая кобыла точно способна. Нет, идемте работать, в самом деле, только глюкозу напрасно переводим. Десятая сцена, январь 44-го года, Москва, кабинет Ермольевой. Уверяю вас, то, что я привез госпожа Ермольева, это чудо природы, wonder of nature. При всем уважении, господин профессор, все чудеса природы это очень простые вещи, только в известной нам пока логической системе. Таблица Менделеева, это новая логика простых вещей. IC, вижу госпожа Ермольева, у вас были хорошие учителя. Вы рассуждаете как будущий Нобелевский лауреат? Товарищ Ермольев рассуждает как настоящий советский ученый. И, по-видимому, отличный экспериментатор, который абсолютно точно понимает, что делает. Если ваши дела действительно обстоят так, как вы рассказываете, и ваша русская формула пенициллина действительно существует и работает, значит, у нас уже две формулы. Наша существует и работает, господин профессор. А, например, степень токсичности препарата, сколько раз вы его проверяли? На мышах или уже на кроликах? Мы проверили, господин профессор, проверяли один раз даже на себе. Формула работает. On your self? На себе? Но никогда не исключена вероятность уникальной побочной реакции? У нас было очень мало времени, господин профессор. Но, товарищи, если у вас есть своя формула, зачем мы здесь? Наше присутствие не обязательно. Обязательно, господа. Обмен – главная цель нашей встречи. Научный обмен. Безусловно. Прежде всего, надо выбрать лучшую формулу для производства. Тогда что? Необходим клинический эксперимент? Зачем нам тратить время на эксперимент? Мы сами с госпожой Ерморьевой сядем в лабораторию и во всем разберемся. Я согласна с предложением господина Флори. Но если у вас действительно есть рабочая формула, нужна демонстрация, доказательство, господа ученые. Доказательство. Я согласен с господин Браун. Эксперимент выявит очевидного победителя. Без победителя нельзя. Какой бы препарат ни оказался лучше сейчас, важнее формула будущего. Ага, так покажите нам это будущее. Господа, товарищи, ученые. Условия? Условия? Десять дней, десять больных. Пять бойцов получают. Ваш препарат, пять наш. Давайте семь плюс семь. Не вашим, не нашим. Шесть плюс шесть. Дюжина? Дюжина. Договорились. Договорились. Подготовьте, пожалуйста, все истории болезни по гнойным рамам. Господин уполномоченный НКВД, вы готовы начать завтра? Думаю, что мы можем начать завтра. Господин уполномоченный Минздрава. Рад господину уполномоченным полному взаимопониманию. И надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество между нашими странами. Щелкать руками. Со своей стороны, господин уполномоченный, выражаю признательность английской стороне за сотрудничество и также надеюсь на долгосрочное взаимопонимание. Щелкать каблуками. Кабинет Митерева. Товарищ нарком, нельзя ли как-нибудь уклониться от эксперимента под каким-нибудь предлогом? Вы сумасочки, товарищ Ермольев. Нам нужна эта победа. Ну, как наш препарат может быть лучше? Да я только увидела английский образец и все сразу поняла. Наш желтый аморбный продукт, а их белый кристаллический порошок. Степень очистки превосходна. Сейчас уже ничего нельзя изменить. Я доложил наверх о начале и мы должны, так сказать, экспериментировать. А выиграем мы или проиграем, это до этого еще целых 10 дней. Боюсь, Георгий Андреевич по голове нас за это не покладит. Зинаида Виссарионовна. Зинаида Виссарионовна. А теперь мы не можем, так сказать, отступить. Начинайте эксперимент. 11-я сцена. Январь 44-го года. Москва. Временный кабинет Флори. За столом Флори сидит Браун и пытается разбавить препарат. Ходит Флори. Господин Браун, нельзя ли нам уклониться от эксперимента под каким-нибудь предлогом? Вы с ума сошли, профессор. Нам нужен этот эксперимент. А что вы делаете, господин полномоченный? Профессор, тем лучше. Пытаюсь разбавить ваш препарат. Вы с ума сошли. Кто вам дал право? Позвольте представиться. Агент Ее Величества, секретная служба, агент Браун. Я выполняю задание правительства Великобритании. Хочу организовать эксперимент так, чтобы мы его проиграли. Поэтому я разбавляю ваш препарат, чтобы русские точно выиграли состязание. Тогда по условиям Тегеранского соглашения русские должны будут помочь слабо. И мы сможем попросить то, что нам нужно. А нам нужен гремициденцем. А как же русская формула? Простите, уважаемый профессор, но все это только для отвода глаз. Ширма, вашими же трудами, профессор. Гремициденцем в Англии уже есть. Сейчас в Англии нужен гремициденцем. Тогда я повторю. Нельзя ли нам уклониться от эксперимента под каким-нибудь предлогом? Проиграть невозможно. Ну как? Как наш препарат может быть хуже? Да я только увидел русский образец и сразу все понял. Их желтый аморфный продукт. А наш белый кристаллический порошок. Нам нужен этот эксперимент. И нам нужно его проиграть. Вы выступаете вместе с честным. Я не хочу в этом участвовать. И я намерен покинуть Россию еще до начала эксперимента. Не завершив своей миссии... Моя миссия. Наука. А не спианаж. Хорошо, прошу. Я все понял. Обещаю не вмешиваться в проведение вашего эксперимента. Но прошу, профессор, прошу, помогите мне выполнить задание. Англии нужен второй антибиотик. О май гад. Хорошо, я подумаю как. Дайте мне время. 12-я сцена. Январь 44-го года. Москва. Кабинет Ермольевой. История болезни готова. Можем начинать. Казирев Василий Степанович. 1914 года рождения. Старший сержант. Член ВКПБ. Очень хорошо. Берем. Первый есть. Иванов Сергей Васильевич. Дата рождения неизвестна. Сержант. Кандидат ВКПБ. Хорошо. Берем. Второй есть. Рычков Николай Яковлевич. 1923 года рождения. Старший сержант. Беспартийный. Лейтенант. Простите. Старший лейтенант. Беспартийный. Отложим пока. Показания нормальные. Пока отложим. Жданов Никифер Петрович. 1905 года рождения. Красноармеец. Беспартийный. Нехорошо. По показаниям он проходит. Нехорошо. Красноармеец же. Ну хорошо. Третий есть. Алиев. Мамед Дала Азаян. 1914 года рождения. Красноармеец. Беспартийный. Алиев. Дружба народов. Берем. Берем. Четвертый есть. Носталь. Иван Харитонович. 1907 года рождения. Сержант. Беспартийный. Показания нормальные. Командир стрелкового университета. Командира. Берем. Пятый есть. Фильмов Сергей Иванович. 1923 года рождения. Красноармеец. Член ВЛКСМ. Ну вот. Совсем другое дело. Берем. Этого не могу. Уже не вытащим. Аширалиев. Магомед Самедович. 1923 года рождения. Дружба народов. Уже была. Член ВЛКСМ. У вас возражений нет? Нет. Тогда берем. Шестой есть. Шнейдерман. Михаил Якимович. 1909 года рождения. Младший лейтенант. Член ВЛКСМ. Пока отложим. Показания нормальные. Пока отложим. Как? Комсомольца отложим? Отложим. Клепников Василий Спиридонович. 1921 года рождения. Показания нормальные. Сананструктор. Сананструктор. Беспартийный. Сананструктор. Коллега. Ну что ж. Берем. Седьмой есть. Да. Маловато. Еще у нас комсомольцев и партийцев выбрать некого. Капустьян Закар Игнатьевич. 1904 года рождения. Младший сержант. Командир отделения беспартийный. Показания нормальные. Командир отделения беспартийный. Да что ж такое? Хорошо. Берем. Восьмой есть. Кондрашов Алексей Вадимович. 1918 года рождения. Младший лейтенант. Командир танка беспартийный. Этот не выживет. А когда он прибыл? Он из последней партии сегодня ночью. Где сейчас? В седьмой палате. Кен Лимон. А вы куда? Катюр ходит со стороны болезни. Бог знает что такое. Ну и дисциплина у вас. Товарищ полномочный. Я не знаю насколько это для вас важно. Но сейчас нам нужны подходящие диагнозы. А не национальность или партийность. Товарищ Ермолеву, уверяю вас. Национальность и партийность это знаете тоже диагноз. Мы должны его взять. Кого это его? Катя, это третья степень ожога. Крайне тяжелое состояние. Он обречен. Мы должны его взять. К тому же беспартийный. Он обречен. Мы должны его взять. Он сильный. Он очень сильный. Я знаю. Он единственный, кто солнышко. Без страховки. Он очень сильный. Товарищ Глазик. Прошу прощения, но дайте нам, пожалуйста, минуту поговорить. А, хорошо. Глазик выходит, но остается за дверью. Катя, это кто? Это Алеша. Это Алеша из 10-го Б. Он очень сильный. Он, знаете, какой он всегда говорил, что ничего бояться не надо. Если прав, то бояться не надо. Он мне святый горел. Катя, Катя, послушайте. То, что я сейчас скажу, я никому не могу рассказать. Но ты должен. Сейчас ты должна. Ты знаешь, я знакома с товарищем Сталином. Он вызывал меня знакомиться. Называл сестренкой. Мы ведь оба Виссарионовичи. Потом он звонил. Наверное, хотел сделать приятное. Позвонил, спросил, кого из двух я хочу видеть на свободе. Кого из двух, понимаешь? Бывшего мужа или нынешнего. Он их обоих арестовал. А мне выбор. И надо ответить. Не многие могут похвастаться, что их желание выполнит сам бождь. Я на бывшего не сержусь. У него теперь давно уже другая семья и двое детей. Но я выбрала его. Назвала бывшего. У нас война, Катя. А он для науки... Он нужен науке. Он блестящий ученый. Молчат. Глазев возвращается. Шевченко Владимир Денисович, 1906 года рождения, красноармеец, беспортийный. Показания нормальные берем. Так, это девятый. Следующий. Климов Иван Иванович, 1901 года рождения, красноармеец, беспортийный. Показания нормальные берем. Это десятый. Следующий. Бакарев Петр Николаевич, 1904 года рождения, шофер, беспортийный. Показания нормальные берем. Это одиннадцатый. Следующий. Шурукин Василий Макарович, 1919 года рождения, красноармеец, член Волк-энсен. О, берем. Показания нормальные. Это 12-й. Все. Товарищи кандидаты отобраны. Пусть первые шесть получают английские препараты. К левой стороне вторые шесть. Наши правые. Зинаида Вестерлионовна, вы не возражаете? Нет, абсолютно. Готовим полноту. Катя выходит. Оказывается, у постели своего танкиста. Человека, голова которого почти полностью забинтована. Так, что он не может говорить. Илеша, ты же понимаешь. Помнишь, сам погибай, а товарищи выручай. Это ты написал на блокаде, помнишь? Это твоей рукой были написаны главные слова пионеров. Разве знал ты, что нам придется их так проверять? На себе. Ты не думай, я сильная, я справлюсь, я смогу, у меня получится. А про Ирмолливуд ты плохо не думай, она хорошая. Только война сейчас, и мы должны победить. 12-й сцене, январь 44-го года. Москва, госпиталь. Палата, где проходит эксперимент. Входят с одной стороны Флори и Браун, с другой Ермольевой и Глази. Флори и Ермольевой несут по шесть пузырьков в специальных лотках. Катя входит, встает посередине. С кого начнем? Да мы готовы выступить, прошу. Ну нет, вы гости, мы готовы выступить, прошу. Да мы не держимся за привилегии гостей. Нет, 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 мы не можем себе позволить быть невежливыми. Катя подходит и молча забирает лотки. Осторожно, Катя, плиц. Осторожно, Катя, пожалуйста. Катя начинает делать уколы. Старший сержант Кайстров. Окей. Сержант Иванов. Окей. Сан-инструктор Хлебников. Есть. Катя возвращает лотки Флори и Ермольевой. Процедура завершена. Спасибо, Катя. Thank you very much. Спасибо, Катя. Браун и Глази пересчитывают пузырьки, записывают. Поздравляю, эксперимент начался. Поздравляю, эксперимент начался. Флори забирает свой лоток и выходит в ту сторону, откуда пришел. Браун за ним. Ермольева и Глази выходят в ту сторону. Катя осматривается, берет Ермольевский лоток, выходит. Оказывается, у постели своего танкиста в сладком появляется Браун. О, госпожа Катя. Что вы делаете, госпожа Катя? Я ничего не делаю. Готовлюсь к новым процедурам. Ай, доктор, вы говорите неправду. Я знаю, что вы делаете. Нет, не знаете. Но поверьте мне, госпожа Катя, я вас не выдам. Я знаю, плохо вы никому не сделаете. Это будет секрет. А я умею хранить секрет. Так что делайте, доктор, делайте. Браун уходит в следующий день. Старший сержант Кайзеров, пульс 64, температура 36,9. 64, 36,9. Удей. Рядовой Ашуралиев, пульс 70, температура 37,1. 70, 37,1. Есть. Сержант Иванов, пульс 68, температура 36,7. 68, 36,7. Удей. Сан инструктор Хлебников, пульс 72, температура 37,2. 72, 37,2. Есть. Флория Ермолева вносит лотки с пузырьками. Начнем, пожалуй? Начнем. Сегодня готов уступить, так как вчера. Никаких вступок, господин Браун, только честная борьба. Однако должен сказать... Катя подходит и молча забирает лотки. Осторожно, Катя, плыть. Осторожно, Катя, пожалуйста. Катя начинает делать уколы. Старший, сержант Казер. Окей. Рядовой Аширалиев. Есть. Сержант Иванов. Окей. Сан инструктор Хлебников. Есть. Процедура завершена. Катя, thank you very much. Катя, большое спасибо. Браун и глазик пересчитывают пузырьки записанных. Окей, есть. Флория забирает свой лоток и выходит. Браун за ним. Ермолевые глазик выходят. Катя осматривается, берет ермолевский лоток, выходит. Последний, десятый день эксперимента. Госпиталь, ранее утро. Сегодня последний день эксперимента. А мы с вами так и не поговорили, основательно? Да, профессор. Все закрутилось так быстро. Я еле успеваю контролировать основной ход работы. А так о многом хотелось вас спросить. А я так о многом хотел вам рассказать. А, господин профессор, как рано вы встаете. Чуть света я у ваших ног не ждали. Пушкин? Э, рашпоэт? Прибоедов. Не будем усложнять. Последний день не спится. Решил встать пораньше, еще раз проверить. Все в порядке. Флори уходит. Помните, вы не имеете права ни о чем рассказывать. Научный обмен предполагает хотя бы какие-то вопросы и ответы. Сожалеет, товарищ Ермолевым. Наш обмен союзниками подразумевает вопросы. Ответы исключаются, прошу не забывать. Я помню. Я все помню. Ермолева уходит. Появляется Катя. Ну что, Катерина Михайловна, как настроение в последний день эксперимента? Нормально, спасибо. А как сегодня наши испытуемые? Дружно выходят из септического состояния, товарищи полномоченные. Очень хорошо, очень хорошо. Дорогая Катюша, так держать. Входят с одной стороны Флори Убрауну, с другой Ермольнева. Флори и Ермольнева несут по шесть пузырьков в специальных лотках. Катя встает посередине. Катя подходит и молча забирает лотки. Катя? Катя? Да. Катя начинает делать уколы. Старший сержант Казеров. Окей. Рядовая Ширалеев. Есть. Сержант Иванов. Окей. Сан-инструктор Хлебников. Есть. Катя возвращает лотки Флори и Ермольнева. Все процедуры выполнены в полном объеме. Ух, thank you so much, Катюша. Большое спасибо, Катя. Браун и Глазев пересчитывают пузырьки, записывают. Поздравляю, товарищ уполномоченный. Экспериментальная часть завершена. Поздравляю, господин уполномоченный, завершена. Готовимся к подведению итогов. Флори забирает свой лоток и выходит. Браун за ним. Ермольнева и Глазев выходят. Катя осматривается, берет Ермольневский лоток, выходит. Оказывается, у постели своего танкистка. Танкиста с лотком и шприцем. Читает «Отче наш», появляется в Глазе. Что ж, сучка, делаешь? Резко разворачивается, роняет шприц, опрокидывает принадлежности для уколов. Ничего. От второй. Первая сцена, 1969 год, Москва-кафе. Нет, вы пионеры, конечно, особый народ. И правила у вас на все свои, межгалактические, да? Ну и я вам, поверьте, не чужой человек. Вот, послушайте. Никому не рассказывал? Вам расскажу. Вы поймете, так сказать, гуманизм, изобретение. Подходит, официантка. Товарищи офицеры, горячее заказывать будете? А, барышня Катюша, что бы мы без вас делали? Ну что ж, жили вы долго и счастливо, как все. Ну так что насчет горячего? Два жаркоя, пожалуйста, еще триста. Два жаркоя, триста водочек. Есть. Ну что мы без нашей Кати? Даже не знаем. Вы про открытие хотели, что ли? Да, да, хотел, хочу. Вот. Я открыл метод допроса. Вернее, метод получения показаний. Когда меня понизили, а меня, знаете ли, понизили, да, следователь. Я же, знаете, я, знаете, ого-го кем был, да, но об этом после. Так вот, когда меня понизили, сильно переживал. Ну, не следователь же я. В самом деле, ломать людей противно. Пришлось выкручиваться, изобретать свои методы на ходу. Просто и незатейливо получилось, я назвал допрос по методу доктора Павлова. Я изобрел на условных и безусловных рефлексах. Это когда на вторые сутки допроса... Без прерывных ночных, без права спать днем. Да, когда испытуемые, вернее, подследственные, в состоянии полного оттупения, теряют бдительность, ты спрашиваешь, а заявочку на обед будете подавать? Вот пока он думает, что это значит, ты ему бумажечку, а там заявка на обед. Он подписывает, ну, покормишь кое-чем для приличия, и так несколько раз. Испытуемый привыкает и работает потом. Сутки на четвертый, пятый, безотказно. Что вы, столько дел закрыли по методу Павлова уйму. Ты ему бумажку, он тебе подпись. Ты ему бумажку, он тебе подпись. Причем, заметьте, никакого излишнего насилия. Все игра на внимательность и бдительность, а со врагами и шпионами надо быть очень бдительным. Правда? Да и 20-й век на дворе, век науки и прогресса, надо соответствовать, согласны? В общем, да. Но вы знаете, я как-то до сих пор это положение по-другому понимал. Наверное, слишком узко. Да не вы один, многие без понимания. Приятно быть, немного пионером. Не знаю, используйте меня в момент сейчас, но искренне жаль, если он так и сгинет. В другие времена нас, старую гвардию, теперь не ценят. Выбивает, закусывает. Вторая сцена, январь 44-го года, Москва, кабинет Материумов. Товарищ Глазик, я вас спрашиваю как должностное лицо. Вы знаете, где Катя? Мы над этим работаем, товарищ Ермолев. Имейте в виду, товарищ полномочный представитель НКВД. Я знакома с товарищем Сталином. И я это так просто не оставлю. Катерина Михайловна, ценнейший работник для отечественной науки. Я вас понял, товарищ Ермолев, понял. Мы работаем, работаем, я вас... Товарищи, товарищи, спокойнее. Товарищи, эксперимент завершен. Завтра официально, так сказать, подведение итогов. Понимаем, все очень устали. Но прошу, сохраните выдержку. И еще, завтра после официальной части будет какой-никакой, ну, так сказать, банкет. Имейте в виду. Хватит, выходит. Да не расстраивайтесь вы так. Как ищется ваша Катерина Михайловна. Девушка молодая, обойдется. Наверняка какие-нибудь, так сказать, пустяки. Ермолева выходит и в коридоре сталкивается с войной. Госпожа Ермолева, что-то случилось? Вы выглядите расстроенной. Я могу чем-то помочь? Ох, профессор, если бы я могла принять. Иногда мне кажется, что я сплю, и все это не со мной. Стоит открыть глаза и... Я могу попробовать организовать встречный выезд в вашей лаборатории банк. А дальше выбор остается за вами. Такой ученый, как вы, в любой стране мира. Оставить край глухой и грешный, и с сердца вынуть черный стыд. Дорогой профессор, если бы вы знали, сколько у меня всего здесь. Сколько я еще должна успеть, но так мало времени. И мы все еще не победили. Это русский поэт? Ахматова. А, профессор, как-то мы разменулись. Здравствуйте. Опять стихи? Это русский поэт. Идемте, идемте, господин Флори, мы вас давно ждем. Глазик и Флори входят в кабинет. Здравствуйте, господин профессор, рад вас видеть. Вы хотели поговорить? Здравствуйте. Да, хотел. Итак, я вас, так сказать, слушаю, профессор. Меня интересует перспектива. Быть может, все производство надо строить с учетом вашей формулы? Профессор, профессор, не будем торопиться. Давайте подведем, так сказать, итоги, и будет видно, что дальше. Но я думал, что время сейчас играет главную роль. Я согласен, но не будем торопиться. Видите ли, господин Флори. Не все вопросы еще решены, не все решения приняты, так что... Так что, don't worry, профессор. Да, хорошо. Давайте подождем официальный результат. Третья сцена. Январь 44-го года. Москва. Кабинет Митерева. Итак, подведем итоги. Результат, так сказать, налицо. Все наши испытуемые, все 12 бойцов и офицеров... Апостолы. ...прошли испытания. Идут на поправку, с чем я вас всех и поздравляю. Пенициллин, первый в мире антимикробный препарат, экспериментально доказал свою способность, так сказать, творить чудеса. Однако мы должны признать, что на сегодняшний день в английском препарате не обнаружено ни одного побочного эффекта. Он легче переносится больными. Наша формула, да, рабочая, но над ее потенциалом предстоит еще поработать. Так что на сегодняшний день английская формула выиграла... Я протестую. Вы не можете проиграть. Да, наша технология очистки сейчас лучше, но в Англии и война началась на два года раньше, и времени у меня, поэтому, было больше. Еще месяц назад само наличие у русских препаратов, аналогичного английскому, удивляло меня. А сегодня я надеюсь, что вы поделитесь с Англией русской формулой в обмен, например, на технологию очистки, и чудеса станут нормой. Да, хотелось бы, чтобы чудеса, так сказать, стали нормой. И немного жаль, что так быстро все завершилось. Но эксперимент есть эксперимент. И ваша победа, так сказать, заслужена. Минуточку. Позвольте представить. Ходит человек в больничном халате. Голова почти полностью забертована так, что он не может говорить. В руках история болезни. Образно выражаясь, против наших шести бойцов у нас есть еще один седьмой боец. Кто вы? Ах, да. Но этого не может быть. Как вы здесь? Ах, ну да. Как вы себя чувствуете? Как он себя чувствует? Как лазер. Вы же видите, он ходит. Он встал и пришел. Но этого не может быть. Этот человек находился в глубочайшем септическом кризисе. А теперь идет на поправку. Но как? Я не знаю этого человека. Он не участвовал в эксперименте. Нет, участвовал. Какого чудо. Вы хотите сказать, тринадцатый участник эксперимента? Да, тринадцатый. Апостол предатель? Предатель. Но в нашей советской истории предатель смерти. Но как это возможно? Вы нас разыгрываете. Этого не может быть. Весь эксперимент проходил под строгим моим контролем. И моих лучших сотрудников. А, кстати, о сотрудниках. Екатерина Михайловна. Будьте любезны. Входит Катя. Заметно осуществляется. Катя, где вы были? Мы искали вас почти три дня. Все телефоны, всех знакомых. Со мной все хорошо, Зинаида Виссаровна. Да не волнуйтесь вы. Теперь все будет хорошо. Что хорошо? Откуда взялся этот человек? Катя, вы что-нибудь про это знаете? Екатерина Михайловна, что вы, молчите? Да, Екатерина Михайловна, что вы опять молчите? Простите меня, Зинаида Виссаровна, я сильно перед вами виновата. Что? Предательство? Нет, воскрешение. Четвертая села, едва сорта четвертого года, Москва, кабинет Ермольевой. Катя, как же ты это смогла? Я по капельке. По остаточку, по чуть-чуть. Ведь все равно, думаю, от каждой инъекции остается хотя бы капелька. А их потом выбрасывают. Я и подумала, если все равно выбрасывают, может, я соберу, может, у меня получится. Я только одного боялась, что, может, не хватить. Вот что страшно было. Как же ты решилась, деточка. А я... Простите меня. Простите меня. Я в стороночку отойду и отчинаш читаю. Я от бабушки знаю. Только это и знаю. Прочту, прочту и колю. Прочту и делаю. Пятая села, январь сорта четвертого года, Москва, кабинет Метелева. Метелев и Ермольева одни. А я тоже думала, что все, конец. Начинать эксперимент бессмысленно, но изменить уже ничего нельзя. Кто же знал, что у нас есть такая Катюша? И мы все равно выиграем, спасем тринадцатого. Может, этими Катюшами и спасемся. А пока, Зинаида Виссарионовна, у нас импровизированный банкет. В честь, так сказать, победы советского пенселина. Идемте к гостям. И тут к гостям. Тост. За чудеса. За всех советских ученых, сумевших в тяжких, тяжелых условиях добиться и колоссальных успехов в науке, и изменить ход нашего эксперимента в свою пользу. Господа, друзья, товарищи. Это не наука. Перед нами феномен победы. Я преклоняюсь и признаю свое поражение. Как это, по-русски, ваше дело правое, и победа должна быть ваша? Да какой там феномен, профессор? Главное достоинство русской формулы, как вы ее называете, поразительная живучесть. Но как же гримить с этим? С, профессор. Не пора ли браться за дело? Кажется, удобный момент. Вы же обещали. Я обещал подумать. Я подумал. Мы должны предложить русским хорошую цену. Это будет справедливо. Ну что ж, цену-то к цену. Позыри у нас есть. Кстати, а этот тринадцатый апостол не в ваших рук дело? К сожалению, профессор, для таких дел мои руки слишком короткие и порочные. Шестая сцена, 69-й год, Москва, кафе. Я же химико-технологически заканчивал. И всю войну в химзащите. Украина, Румыния, Венгрия, ранения, контузия. Все как полагается. Я трижды на фронт писал. Не дали ходу рапорта, отпили по всем правилам. Вызвали, коротко. Изображает перья. Мне такие спецы здесь нужны, а пушки мясом затыкать. И без тебя народ найдется. Так сказали, пушки мяса. Нам с тобой здесь надо родину любить. Здесь стоять надо. Чтобы ни одна сволочь контрреволюционная не подкопалась. Ни под тыл, ни под Кремль. В атаку ходить хочешь? За родину, за Сталина кричать? На, каждое новое дело атака. Наступай, держи, блядь, фронт. И победа должна быть за нами. Я вот и атаковал, и за родину, и за Сталина. А меня потом мафик так на пенсию, как применявшего незаконные методы. Не тех атаковал, не так. А что ж вы, твари, мне не тех подсовывали? Куда вы смотрели? О чем думали, когда этих брали и волокли? На, еще одного разоблачили. Атакуй! Расследуй с кем, чего и как удумывал. И я в атаку за родину, между прочим. Официантка приносит заказ. Треста водочки, два жаркое. Осторожно, горячие. Не обожгитесь. А, Катюша, спасение наше. Приятного аппетита. Спасибо. Я, собственно, хотел спросить. Да знаю я. Знаю я, что вы спросить хотите. Заделал свою пенициллиновую, так? Так. А что вы помните, товарищ персонал, пенсионер, из дела вашего? В 46-м году отозван из армии. Поставлено строительство первого в СССР пенициллинового завода. Но строительство невозможно. Ни станков, ни технологий. Ничего нет. Надо ехать в Америку. Ну а потом вы преступная связь с иностранцами, договор, невыгодный для СССР, и три месяца в одиночке. И ваши методы физического и морального давления сапогами по ногам, это состояние полного тупения решением сна, помню. Но я еще помню, как статью мою 58-ю расстрелью на седьмую ссыльную в бульбере квалифицирован. Вот почему, я и сейчас не знаю, если хотите, не понимаю, то сапогами по ногам, то... Да что вы все, по ногам да по ногам. И не только у вас по ногам. Я Катя по ногам бил. Целых три дня бил и спать не давал. Методы физического и морального давления. Вот что было. Катя. А при чем здесь Катя? При чем здесь Катя? А знаете, кто действительно вас спас? Катя. Ну почему Катя? Да потому что не испугалась. Ни системы нашей, ни меня не испугалась. И по капельке. Каждый день своего Алешу вытаскивала. Что там кажется? Капелька. А танкист живой. Вы понимаете? Это Катя наше воинство по капельке подняла и укрепила. И вас переквалифицировал. Потому что я понял. Миловед человек ярмолевской породы. И стране нужен. Вы, можем сказать, в чистом виде пионер. Живота не пожалеете, а препарат добудете. Я ж когда вас брал, еще не знал. Не положено. Понимаешь ли, что вы из Англии через границу тайно в кармане пиджака штамп стремптомицина провезли. Добыли, доставили. Чтоб в союзе средства против туберкулеза появились. И не испугались же? Сперли вы англичан. Пораньше бы. Лет на сорок пораньше. Чехова бы спасли. А может, с Крябин бы не умер. Может, и Чайковского удалось бы вытащить. Знаете, иногда боятся как-то противно. Выбивают, запусывают. Седьмая сцена, января 34-го года. Москва. Кабинет Ермольгины. Можем ли мы теперь поговорить о русской формуле пенициллина? Да, можем. Я думаю, что лечебная активность вашего препарата очень высока. Я думаю, что без русской формулы о создании антибиотика огромной силы не может быть и речи. Я вас понял, у вас будет русская формула. Я вам гарантирую, профессор, у вас будет этот подарок. Благодарю, товарищ Глазив. Думаю, вы человек слова. Я и вас, профессор. Я человек дела. Можем ли мы теперь поговорить о границегине С? Да, можем. В общем, принято решение оказать вам все возможное содействие в информировании о нашей разработке границегине С. Превосходно. И как это все возможное содействие можно получить, я хотел сказать, будет осуществлено. Об этом я сейчас и думаю, господин полномочный представитель Министерства здравоохранения и Ее Величества. Товарищ полномочный представитель МКВД, от лица британского правительства заверяю вас, что ваше личное активное участие в этом благородном деле не останется без внимания британского правительства. Очень вам признателен, господин Браун, спасибо Бога вашей благодарности, господа выбирались, будут побыстрее на свой рост. Могу ли я, товарищ Глазев, чем-то отблагодарить советскую сторону за сотрудничество? Можете, господин Браун. У вас появилась уникальная в своем роде возможность. Ваша страна с удовольствием примет в дар тритонный пенициллина, произведенного союзниками. Тритонный пенициллина, побойтесь Бога, товарищ Глазев. Вы знаете, господин Браун, это не в наших правилах. 300 килограмм в условиях войны это колоссальное богатство, согласитесь, товарищ Глазев. Богатство как свобода. Эти вещи надо уменьшить ценить. Ценность свободы, как вы знаете, господин Браун, определяют победители. Две тонны. Что ж, если вопрос ставится именно так, то 500 килограмм. Это очень хорошая цена, мощное оружие для нашей общей победы. Но вы же знаете обстановку на фронте, господин Браун. Полторы. Именно поэтому я, товарищ Глазев, и готов на такие жертвы. 800. Не надо нам говорить про жертву господин Браун. Тонна и не килограмм меньше. Что вы со мной делаете, товарищ Глазев? Только из глубочайшего уважения лично к вам. Тонна и не килограмма больше. Договорились? Договорились. По рукам? По рукам. Очень вам признателен, господин полномочный представитель Министерства здравоохранения и Ее Величества. Вашим пассивным содействием в деле нашей общей борьбы. Щелкает каблуками. Со своей стороны, господин полномочный представитель НКВД, выражаю вам искреннюю солидарность с народами вашей страны в вашей борьбе против общего врага за нашу общую свободу. Щелкает каблуками. Флори подходит к Ермольевой. Я должен успеть сказать. Бесспорно, антибиотики и лекарства будущего. Но вы понимаете, за помощью процесс некоторой болезни можно регулировать. Думаю, в перспективе речь пойдет о бактериальном оружии. Я понимаю. Но я не хотела бы в этом участвовать. Ни как врач, ни как учет. Но вы же согласитесь. Наше предназначение идти вперед. Мы не можем не открывать. А теперь мы коснулись вещей, которые в принципе сильнее нас. Нашего понимания природы микробиологии. Совершенно право. Мы действительно видим лишь то, что нам позволено создателям. Поэтому я все больше думаю о том, что я не знаю, как довести до сведения наших и ваших политических стратегов простую мысль, что мы все еще малые дети. Мы заигрались. Уверенность, будто мы чем-то управляем или контролируем, это иллюзия. Мы все в большой опасности, пока мы не сможем ограждать наши открытия от разграбления. Боюсь, пока война, нас никто не услышит. А я боюсь, коллега, самых худших прогнозов, что когда война закончится, начнется новое. И мы опять не успеем ничего сказать. Может быть. Но пока мы еще и не успеваем делать. Я все-таки надеюсь, что каждое наше открытие – это инвестиции в будущее. И они должны дать гораздо больше начальных вложений. Вы надеетесь? Я верю. А, господа ученые, все о поэзии. И вис Раша поэтрии. The poetry of the world. Восьмая сцена, январь 1944 года. Кабинет Метерева, Москва. Все-таки тонна препарата – это очень хорошо. А я все-таки не понимаю, зачем надо было отдавать второй антибиотик. Мы отдали два за один. Возможно, границидин еще более мощный, чем пенициллин. Вы могли и сами его исследовать до конца, иметь исключительные права на результат. Нам сейчас надо выиграть войну. Пенициллин для победы хватит. Не так ли? А вы, ученые, между собой потом договоритесь. Рано или поздно все открытия становятся общим достоянием. Ну а мы, если что, поможем. Если что, это что? Это если что, ну, не дай бог, конечно. В общем, товарищ, дело сделано. Дальше наша работа. В каком смысле ваш? В самом секретном. Вы же все понимаете, товарищ Ермолев. Я уже не совсем уверена, что я все понимаю происходящее. Работайте спокойно, товарищ Ермолев. Работайте. И ни о чем не волнуйтесь. Товарищи, товарищи, этот раунд, так сказать, закончится. Все, хватит. Предлагаю объявить перемирие. У нас еще очень много работы. Да, товарищи, у нас еще очень много дел. Да, у кого работа, а у кого дела. Девятая сцена, февраль 44-го года, Андрей. Поздравляю, агент Браун с успешным проведением операции. Мы сразу убили двух зайцев. Укрепили союзника нашим препаратом. Надеюсь, теперь они еще долго будут зависимы от наших поставок. Не имеют своего производства. А мы получили то, что хотели. Русскую формулу плюс образец кромицидина С. Все, все козыри у нас. Поздравляю. Всегда хотел быть в большой игре, в великую войну, господин начальник секретной службы. Но могу я поделиться своими наблюдениями, СССР? Конечно, агент Браун, конечно. Вы знаете, русский пенициллин действительно пока не очень хорош, но при этом они действительно выиграли состязание. Эти русские невероятные выдумщики, но фанатично верящие в свое дело. Чем бы оно ни было. Поро мне кажется, если они и дальше смогут так жить, с такой верой в свое дело, то СССР может стать самым могущественным державой континента. Согласен, Браун. Наш новый союзник – удивительная страна. Но русские совершают множество ошибок и на исправление уходит слишком много мужества. Не знаю, на долго ли их хватит. Героического оптимизма им не занимать, СССР. При всем уважении, СССР, к вашей службе, профессиональным качествам агента Брауна, я так и не понял, какова была острая необходимость в привлечении секретного агента к этому делу. Когда Россия, по-моему, и так отлично понимает, что пенициллин – только первая ступень в новую эру лекарственной медицины. Общего блага союзников и человечества в целом. Уважаемый профессор, должен вас оповестить и, по всей видимости, расстроить. Русские тайны ведут исследования в области ядерной физики. И нам теперь нужно думать о том, как вымереть не только нынешнюю войну. Вы понимаете, о чем я говорю. Десятая сцена, 69-й год. Москва, кафе. Так что решение закупить от науки в США было правильное. Мы к концу войны 15 килограмм не вырабатываем. Все наши, с позволю не сказать, мощности – это тысячная доля от 15 тонн американского пенициллина. Только вдумайтесь, в тысячу раз меньше. В тысячу раз было правильно решение. Да, конечно, правильно. Ведь мы еще в Берлине не взяли, а в Америке пенициллин в обычных аптеках продавать начали. Бизнес. Мазь, гафли, присыпки, лосьоны. А мы еще лет пять каждый грамм за золото. А это... Это стафилококки, гнойные инфекции, родовой сепсис, перитонит, плеврит, андокардит, гангрена, абсцесс, пневмония, менингит, гонорея, сифилис. О, рук не хватит. А откуда вы, простите, все это знаете? И про Катю, и про 13-го апостола испытуемого? Да, даже дорогой вы мой пионер, Глазьев – это мой позывной. Это я был уполномоченным НКВД в этом деле, и это я отвечал за полную секретность работы. Но после того, как мы отдали англичанам глюнцидин С, кто-то там наверху понял, что мы сделали. И нужно было кому-то ответить за ошибку. Так я и стал следователем. И вам доверили меня? Именно доверили. Оправдывай, давай. Я давал. Я же вас не знал. Ермолев узнал. Сотрудников ее лаборатории знал. Вернейшие для науки люди. Так что выбрали именно вас, как человека нового со стороны. С фронта. И общую войну. Ну да, ну да, ну да, с фронта. Издалека, в общем. На технологии закупали вы, великий факт. Низкопоклонство перед буржуазной наукой есть? Есть. Потом ваш год за границей, кого хочешь, подозрительным сделают. Так что будьте добры ответить по всей строгости закона. Все просто и логично. Новая логика простых вещей. Вот именно. Это уж позвольте. Это образец логического безумия. Я вам как ученые это говорю. Куда же? У меня с собой был. Не хочу барышню подводить. Ирин выходит. Щек, пожалуйста, дайте щек. 11-я сцена, декабрь 43-го года. Англия кабинет Мензис. Выстоходит Мензис, за ним спешит секретарь Абагаэл. Мензис пытается растягнуть верхнюю пуговицу, рвется в город Китеря, пуговица, отлетает на пол. Абагаэл пришел. Опять? Опять. Вызвайте, пригласите. Пишите. Пишу. Профессора Флория раз, агента Брауна два, кого как сами знаете. Знаю, господин начальник секретной службы, Ее Величество. Будет сделано, господин начальник секретной службы. Молодец, Абагаэл. Рада стараться, начальник секретной службы. Именно стараться, Абагаэл, а не перестараться. Разрешите идти? Идите. Постойте, вы хоть понимаете, где я сейчас был Абагаэл? С кем я сейчас разговаривал? Мензис от лица Черчилля и себя разыгрывает следующий диалог. По ходу диалога в кабинете появляются Флория и Браун. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал. Но все бледнеет перед разворачивающейся сейчас трагедией. Опасность, угрожающая России, это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам. Вы спрашиваете, какова наша политика? Я отвечу. Вести войну со всей той силой, которую Бог может даровать нам. Такова наша политика. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом. Победа, победа любой ценой. Без победы мы не выжили. А только что мне доложили, что у нас нет и русской формулы пеницилля. Сейчас я чувствую себя вправе по тревогу ответа от каждого. Как вы, начальник секретной службы, что можете объяснить этот провал? Я вас спрашиваю. А я спрашиваю вас, господа. Русские все-таки надули нас. Я только что из лаборатории. Русские все-таки не отдали свою формулу пенициллина. Уважаемый профессор, принес в качестве подарка из СССР образцы своего же пенициллина. Товарищ Глазев действительно оказался человеком дела, а не человеком слова. Да, теперь я понимаю, что такое русская формула. Но вы же и не хотели русскую формула. Вот и звучит. Нет, ну до чего ловко они нас провели. Ай да, Глазев. Ай да, сукин сын. 12-я сцена. Сентябрь 41-го года. Москва. Кабинет Матерева. Быстро входит Матерев, затем спешит секретарь Ольга. Матерев пытается расстегнуть верхнюю буковицу. Рвет ворот китель, а буковица отлетает на пол. Ольга, пришей. Опять. Опять. Вызвать и пригласить. Пишешь? Пишу. Отставить. Иди, Ольга, иди. Пока. Постой. Ты хоть понимаешь, где я сейчас, так сказать, был? С кем я сейчас говорила, что он мне сказал? Матерев от лица Сталина. Беря из себя разыгрывает следующий диалог. Садитесь, товарищ Матерев. Мы вот с товарищем Берия посовещались и решили у вас спросить один интересный вопрос. Зачем товарищ Матерев отдали к ремициденту Центр Ричанову? Вызвать и пригласить. Вызвать и пригласить. Кого бы вызвать, господи? Кого бы пригласить? Тринадцатый сын. Все артюры на сыне. Голос закалывает. Ермольева Зинаида Виссарионовна. Ее личная жизнь так и не сложилась. Два ее мужа были репрессированы. Ермольевой удалось спасти только бывшего мужа. Во время войны она получила сталинскую премию первой степени, которую отдала на строительство боевого самолета. Катерина дождалась с фронта своего танкиста и сколько лет им не было отпущено, прожили счастливо, воспитали трех сыновей. Профессор Флори в 1945 году совместно с английскими учеными Флемингом и Чейном получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие пенициллина. Эти три лица науки договорились не брать патенты на свое изобретение. Поэтому лекарство века вошло в историю незапатентованным, редчайший случай в истории новости. Миловец после освобождения добился полной своей религии и лютации со снятием судимости, восстановился в партии, вернул боевые награды и защитил диссертацию. Митерев Георгий Андреевич после войны еще долго работал на различных должностях в системе здравоохранения и Красного Христа. До появления первого пенициллинового завода в 1949 году СССР получал по Ленд-Лизу и закупал после войны американский пенициллин. Сегодня, по мнению некоторых ученых, благодаря антибиотикам средняя продолжительность жизни человека увеличилась на 30 лет. Я хочу позвать автора к нам на сцену Андрея Шатухина, который написал последнюю пьесу «Война пионеров». Пройдите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу представить всех артистов, которые сегодня помогли нам прочитать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу представить артистов, я просто назову, вы потом попробуете, а то не будет слышно. Александра Каминская, Игорь Гладков, Олег Шустов, Леонид Куцар, Елена Кабралова, Людмила Бажина, Сергей Герасимов, Михаил Куряев, Алексей Дюжев, Максим Онищенко, Елена Панжариди, Ирина Абитина, Татьяна Яслибова и... Это хорошо. Спасибо всем большое. У нас есть еще кто-то, кто-то на неделе фоткаться, наши драматурки, друзья. И Валерия Приходченко, друзья.